По большей части хочу обратиться к английским клубам. Придите в себя. Не из любви к футболу, потому что у вас ее, похоже, нет, а из уважения к тем, кто неустанно работает, чтобы пойти на стадион, чтобы поддержать команду и хочет, чтобы мечта жила. Ради них вы обязаны изменить свое мнение. Сделайте это из уважения к людям Англии. Дома футбола. Джентльмены, вы допустили громадную ошибку. Кто-то скажет, что это жадность. Другие, что это презрение и высокомерие по отношению к футбольной культуре. Но это не важно. Важно то, что еще есть время изменить свое решение. Все делают ошибки. Английские болельщики заслуживают того, чтобы вы исправили свою ошибку. Они заслуживают уважения. Те клубы, которые решили, что они слишком большие и неприкасаемые, должны помнить, откуда они пришли. Они должны понимать, что если сегодня они европейские гиганты, то это произошло в том числе и за счет УЕФА. УЕФА в течение 60 лет защищала идеалы и активы турниров, основываясь на спортивных принципах. Кто знает, где бы были эти клубы без УЕФА? Похоже, что небольшая горстка боссов, определенных топ-клубов, решила получить максимальную прибыль из текущей ситуации. Они хотят забрать себе все наследие, которое строилось долгие годы. Они пытаются приватизировать футбол. Один из последних общественных коллективных активов. Последний коллективный актив, принадлежащий обществу. Кто-то хочет его приватизировать. Большие клубы сегодня — это не обязательно большие клубы в прошлом. Ничего не гарантирует того, что они будут большими клубами в будущем. Футбол находится в движении, и он непредсказуем. Это и делает футбол такой прекрасной игрой. Это то, что делает этот спорт таким популярным и успешным. Именно поэтому мы здесь. Где был Манчестер Юнайтед за 10 лет до того, как пришел сэр Алекс? Вы помните? Уверен, что да. И где был Ювентус 15 лет назад? Насколько я знаю, он был в серии Б. Если бы клубы, которые доминировали в футболе 30-40 лет назад, решили создать Суперлигу, как бы тогда выглядела эта лига? В ней бы был Ноттингем Форест, Астон Вилла, Гамбург, Стяуа Бухарест, Порту, ПСВ и Ред Стар. С нами не только футбольное сообщество. С нами правительство. С нами все фанаты. С нами все медиа. Всего лишь несколько жадных людей находятся по ту сторону. Позволим ли мы забрать футбол? Нет. Поверьте мне, мы этого не позволим. Видео переведено и озвучено специально для канала SportUA. Подписывайся и жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики.